1 марта активисты закупили по 3 литра топлива каждого вида на 5 АЗС в разных частях города. Все пробы были взяты строго в соответствии с методическими рекомендациями и в обезличенных тарах отправлены на экспертизу в единственную аккредитованную лабораторию «Бурятнефтепродукт». В итоге проверку на прочность прошли всего несколько компаний. По дизелю отличилась только одна – БРК. Как показали исследования, массовая доля серы в топливе превысила нормы в 9 раз, что не только приводит к быстрому износу механизмов в автомобиле, но и в большей степени загрязняет атмосферу. По 95-му бензину претензий нет к Роснефти сибирской топливной компании, а вот на остальных АЗС под видом АИ-95 продают топливо с октановым числом ниже нормы. Восточная сеть, мы видим, что по октановому числу результат показывает 92 при норме 95. То есть, покупая 95-й бензин, в итоге потребитель получает 92-й. По БРК также, это самый минимальный показатель октанового числа, показал 85,2. То есть, меньше у нас не было результатов, достаточно грубейшее нарушение. То есть, даже до 92-го бензина здесь не дотянули. Не дотянуло до нормы и компания ННК «Байкалнефтепродукт». Вместо 95-го там заливают бензин с октановым числом 93,5. Результаты проверки направили в компании для устранения замечаний, а приглашенные ведомства лишь развели руками. Контроль за качеством топлива на АЗС либо не входит в их полномочия, либо нет достаточных оснований для реагирования. Согласно действующему законодательству, сотрудники полиции неуполномочены составлять протоколы и рассматривать дела об административных правонарушениях, связанных с реализацией некачественного автомобильного топлива. Это входит в компетенцию Росстандарта. Все материалы в Росстандарт, потому что у нас есть орган непосредственно, который отвечает или ведет контроль за топливом. Вопрос поднимался, но как бы все руками разводят все органы ведомства. То есть, здесь только вот Росстандарт. Однако специалисты Росстандарта на оглашение результатов не пришли. Меж тем, общественники надеются, что если не через административный контроль, так хотя бы через общественное мнение, недобросовестные АЗС поменяют принцип работы. Екатерина Устюшенко, Федор Моденов, телекомпания АТВ.